Все пациенты, которые будут посещать, они будут вас помнить, вас благодарить и всем, кто принял участие, желать большого здоровья. Но мы же ее ремонтируем для того, чтобы сюда приходить. Я хочу, чтобы вы не болели. Совершенно верно. Ну вот придем, нас сразу вылечил. У нас есть сейчас мамография, генография, флюорография. Все здесь, понимаете? Не бегать везде. Пациенты промышленного района оценили поликлинику номер 2 после ремонта и остались довольны новшествами. Ведь их немало. Теперь медучреждение разделено на три зоны. Инфекционная, терапевтическая и диагностическая. Появились и отдельные входы в каждое подразделение, сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова. К примеру, посетители с признаками ОРВИ сразу направляются в инфекционный блок. Есть общий вход для плановых пациентов, есть неотложный вход для остро заболевших пациентов. Мы стараемся еще и выделить отдельный диагностический вход для того, чтобы пациенты на рентген, на маммографии, на анализы, на УЗИ, записанные заранее, тоже заходили с отдельного входа. В здании появилась новая мебель и удобная навигация. А также приобретено необходимое оборудование. К примеру, оцифрован рентгенаппарат. Его оценил губернатор Денис Паслер. Раньше это была пленка, аналоговый аппарат. То есть это нужно проявить фиксаж, вот это все флакончики, баночки. Сейчас этого нет, вот это все заменяет вот эту установку. Все. Здание капитально отремонтировали впервые почти за 50 лет. Всего на капремонт выделили 43 миллиона рублей. Это все вместе с внутренней работой, с фасадом. Вот закуплено оборудование на 2,8 миллиона и закуплено мебель, это тоже где-то 2,8 миллиона. Остановлен новый маммограф, флюорограф, рентгенографии производится и УЗИ аппарат. Здесь никогда не было УЗИ аппарата, поэтому это большое подспорье для местных. Главный врач Оренбургской областной больницы номер 2 отметил, что в поликлинике с кадрами нет проблем. Коллектив укомплектован на 95%. Жители принимают не только терапевты, но и узкие специалисты – кардиолог, невролог, эндокринолог, онколог, хирург и другие. Поликлиника обслуживает около 18 тысяч человек. Это не только жители промышленного района. К медучреждению относится и амбулатория в поселке Самородово. Елена Кудаева, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ.